Якутские холода под прицелом мировых СМИ. В российской и зарубежной прессе одной из популярных тем в эти дни стало фото девушки за снежными ресницами. Снимок растиражировали международные интернет-издания. Все это вызвало огромный интерес к нашему региону. Рассказывает Сарглана Федорова. Снежные ресницы захватили соцсети. Три недели назад жительница Якутска Анастасия Груздева разместила на своей страничке селфи, сделанное прямо на улице в минус 50 градусов. Ее заиндевевшие ресницы быстро набрали популярность. Сегодня у Анастасии уже 55 тысяч подписчиков в Инстаграм. Все было как обычно. Я думала, выложу фотографию, друзья что-нибудь напишут и все. Что она дальше куда-то пойдет. Нет, конечно, я таком не думала. Буквально на следующий день народ начал интересоваться этим фотом. Многие где-то за границей узнали, что люди могут жить при минус 40, что есть такой город. Конечно, все это не может не быть приятным. Мировые СМИ таки пестрят новостями о холодной Якутии. Окунуться в незамерзающий источник при максимально низкой температуре – главное развлечение этой зимой в Аймяконе. Испытывать такой температурный стресс полезно для здоровья, уверены многие гости, кто приезжает на полюс холода. Вы знаете, я сам это искупался в Аймяконе совсем недавно, 63, минус 63. И очень много отзывов от моих друзей иностранных, то есть в Сингапуре, в Китае, на западе. То есть все уже знают о Аймяконе, все хотят приехать и испытать на себе холод наш. За декабрь и январь только Аймякон посетило около 150 туристов. Среди них 8 китайцев. Они назвали свое купание в незамерзающем роднике в 65-градусные холода сенсационным действом мирового уровня. 61-летний путешественник из Франции Ив Шалуан покорил полюс холода на велосипеде. Также вызов якутским морозам бросили звезда мирового альпинизма Симоне Моро, студенты из Южной Кореи и фотограф из Австралии Хью Браун. Он приехал в Якутию снимать документальный фильм о холоде. Якутские морозы вызывают неподдельный интерес у иностранцев. Но рывок на въездной туризм осуществить сложно. Не хватает комфортных мест для размещения туристов, недостаточно развита инфраструктура. К 2020 году в столице республики планируют построить отель Хилтон. Строительство на 20% уже готово профинансировать турецкая компания Икци Групп. При этом турецкие инвесторы осознают, что первые три года проект вряд ли принесет прибыль. Но верят, что Якутия станет привлекательным местом для мирового туризма. Саргалана Федорова, Владимир Павлов, Якутск.